Микс Ньюс. Добрый день или добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Председатель подкомиссии Сеева по здоровью, депутат парламента Виталий Орлов у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Давно вы у нас не были, но вот сегодня такой был интересный особый день. Большая часть, наверное, заседания Сеева была посвящена ежегодным внешнеполитическим дебатам. Не создалось ли у вас такое ощущение, что многие депутаты, ну, наверное, исправящие коалиции, прежде всего, готовы говорить о глобальной политике, о правах человека в международном контексте и так далее, и так далее. Но вот когда доходит дело до, не знаю, соблюдения прав самих жителей Латвии, здесь, в этой стране, налогоплательщиков, то как-то вот уже не так громко и голоса звучат. Да, вообще, конечно, сегодня уже в девятый раз, по-моему, эти дебаты по внешней политике проходят. Да, девять лет подряд. Девять лет подряд, да. Персонаж на сцене один и тот же, это министр Ренкевич. Безусловно, меняется риторика, но все-таки я отношусь к той категории, наверное, депутатов, которые называются осведомленные пессимисты, да, которые не поют дифирамбы, не сравнивают его с минировицем, которые, чьи заслуги во время, не восстановленные, а во время Первой республики, безусловно, чтимы и уважаемы. Ну, вот сегодня у многих услышал, что он тот, кто больше мировится уже на этом посту, что его вклад очень большой. И выходили коллеги и мои из оппозиции, которые говорили, ну, а что за девять лет это самое, что за девять лет, что может считать достижением министра основных дел. И кто-то сказал, что главное достижение министра это то, что на нас никто еще пока не напал, да, что, наверное, является сомнительным достижением. А все остальное, почему теряет транзит латвийская дорога, а приобретает Клайпеда, да, то есть вопросы, которые действительно, если мы вспомним, когда забрали Литопс сейчас железные дороги, да, а мы на это посмотрели, и внешнеполитическое ведомство посмотрело на это очень так. Ну, это же наши балтийские коллеги, поэтому что решим вопрос это полюбовно, а в это время Клайпеда наращивала мышцы, а мы были там, где мы были. Поэтому я не могу сказать, что я являюсь фанатом нашего министра основных дел. Мне кажется, что личность должна быть более яркая. Конечно, такого, как министр основных дел соседней нашей страны Лаврова, навряд ли мы дождемся, да, навряд ли он может такой родиться, да. Но когда ты видишь министра, которого уважают все, и оппоненты, и внутри своей страны, вот хотелось бы что-то вот наподобие этого, но могу сказать, что мне нравится наш депутат Дидзи Шмидц, который работал в министерстве основных дел. Его выступления очень такие обоснованные и взвешенные, да, и без какого-то лизоблюдства какой-то страны, которая говорит об интересах Латвии, о чем должны думать и парламентарии и все остальные. Вот говоря об интересах Латвии, и для вас, наверное, как для депутата, и как для врача по образованию, очень важна социальная защита и здравоохранение. Вот год как раз исполнилось правительству, и все министры отчитались, глава Минздрава Юза Винкова даже провела такую специальную пресс-конференцию, об этом мы сейчас тоже подробнее поговорим. Вот такое интересное наблюдение, это уже такой факт, опрос был проведен общественному мнению, и выяснилось, что госпожа Винкова, которая достаточно активна, как мы видим все, она является лидером топа по непопулярности среди министров. Вроде и заявлений много, и какая-то деятельность есть, а вот народ как-то оценивает критически. Вы чем это объясняете? Я это объясняю, конечно, тем, что она была тем министром, который активно отстаивал увеличение заработной платы, предусмотренное законом. И я помню то заседание комиссии в августе прошлого года, когда мы все единогласно проголосовали, что медики должны получить ровно столько, сколько пописано в законе, и не должны поддерживать, если будет уменьшенное финансирование. А потом оказалось, что из нас сделали, и сделав оппозиции, и тех, кто якобы голосовал, что мы были введены в заблуждение, что мы не имеем права принимать такие законы, под которыми нет финансирования. Ну, вы знаете, неделю назад, когда мы сделали очередной запрос премьер-министру господину Каинчу, депутат Зайнич взял и выложил в своем выступлении, все разложил по полочкам. То есть, сколько за год было увеличение бюджета, сколько мы должны отдать медикам, сколько мы должны отдать педагогам, сколько мы должны отдать на науку. То есть, все, что говорили нам во время дебатов, все, что в законах прописано, мы выполнить не можем. Он взял, как человек такой очень пунктуальный, с калькулятором, все подсчитал, и окрыть нечем. Оказывается, то увеличение бюджета порядка 800 миллионов, которое было за период с 2018 по 2019 год, то этих денег хватало ровно, чтобы выполнить все обещания, которые были даны. Да, наверное, не было бы увеличения в министерствах, которые получили обороны, не получило бы дополнительное какое-то финансирование. Но все, что было обещано, 2% на оборону, увеличение в полном объеме выплат зарплат, на денег хватало. Поэтому это вранье. И я думаю, что те, кто знает, врачи знают, те, кто с политикой связан, что это была демагогия. И, наверное, это показатель рейтинга именно это, то, что не было выполнено, хотя все возможности для этого были. Да. Вот кроме зарплаты, я так понимаю, что еще одна проблема – это, конечно, доступность медицинской помощи. Вы тоже об этом неоднократно говорили. За год я что-то не заметил, что произошли существенные улучшения. Может быть, вы заметили? Ну, сфера здравоохранения я уже не первый раз обреку вас на передаче. И говорю, что действительно его финансирование недостаточно, но изменения должны быть постепенные, потому что если сейчас взять и просто в систему дать 1 миллиард, поверьте, система их съест. Поэтому, безусловно, увеличивать финансирование не надо, но одновременно нужно производить, скажем так, постоянный аудит в больницах и в использовании денег, и на что, какие программы нужно поддерживать. Если мы знаем, что у нас есть проблема с доступностью специалистов, что есть очередь на определенные виды операций, но хватает достаточно специалистов, которые это могут делать, то нужно как-то подходить вот так вот избирательно к определенным проблемам и пытаться их решить. Но то, что, не могу сказать, что ничего не происходит. Это происходит, но происходит не так быстро, как, наверное, это хотелось бы и мне, и жителям, особенно тем, кто заболел и столкнулся с медициной. Да, вот что касается вашего родного региона, я думаю, наши радиослушатели помнят, что вы из Эмгалы, ну, если в Риге, как мы знаем, есть возможность большая, и к частным, ну, те, у кого есть, есть средства. То есть, в принципе, больше возможностей обратиться к тому иному специалисту даже без очереди, если человек готов платить. Что вообще происходит, не знаю, в вашем родном Екопилсе? Екопилс два года регионального значения, с великанского значения в Зэмгале, это Екопилс и Елгава. Обе больницы имеют статус региональных. Министерство постоянно вводит новые требования к статусу больниц, и поэтому каждая больница старается их соблюсти. То есть, должно быть определенное количество специалистов разных профилей, которые могли бы оказывать помощь в режиме 7.24. И здесь город и руководство города и больницы старается, безусловно, во-первых, не потерять этот статус. Город, учитывая, что еще доступные европейские деньги, проводит реконструкцию и закупку новой техники. И здесь вопрос, конечно, больше к менеджменту. То есть, как сможет руководство использовать эти ресурсы финансовые, которые выделяются министерством, для того, чтобы оказать на должном уровне помощь жителям и одновременно развиваться. Могу сказать, что есть такие примеры положительные. Положительные Валмира сопоставим с Екапельсом по количеству жителей. Но эта больница работает с прибылью. То есть, она смогла... Скорее всего, я думаю, что там поставили не политических ставленников, а поставили профессионалов, которым руководство доверило больницу и дало, может быть, определенный карт-бланш. У нас, к сожалению, в моем городе, со сменой руководства города меняются, как правило, и члены правления. Больницы, да. А медицина – это та отрасль, которая очень консервативная, и там есть преемственность. То есть, то, что сделали предыдущие, их нельзя, скажем так, негативно это смотреть, нужно это продолжать развивать. А когда, я так думаю, когда руководство живет по принципу, вот не знаю, что будет завтра, и поэтому старается, не думает, наверное, развитие больницы, а больше думает о том, что она будет делать, если ее вдруг уволят, это самое худшее, что может быть для любого производства, для любой больницы. И вот это было в моем городе, к сожалению. Но сейчас пока таких улучшений заметных вы не наблюдаете. Пытаются стабилизировать состояние экономическое, снизилось количество долгов, которое было за предыдущие годы накоплено или получено. Заключены договора со специалистами, которые в город придут после окончания учебы. Но этот процесс очень… Мы все знаем, что у нас очень все легко разломать. Что-то создать – это очень тяжело. Поэтому, когда я увидел этот сюжет, как дзинта себе опускается флаг на производстве, я понял, что мы потеряли, по-моему, еще одно постсоветское производство, которым гордились. Не буду говорить, кто виноват, в чем причина. По факту, да. По факту, но знаю, что господин Герчиков был тот человек, который любил свое производство. И я сомневаюсь, что он специально вел к банкротству это предприятие. Самое, наверное, печальное, что вот за эти годы мы все время видим, там закрылось, здесь закрылось, неиздентского, банковского бизнеса больше нет, еще чего-то нет. А что есть? Вот в чем вопрос-то? Если мы говорим про мой опять одной город, появилось производство, но если появляется производство, то появляется производство, скажем так, высокотехнологичное в том плане, что… Мало рабочих мест. Мало рабочих мест, ставится линия. То есть 20-30 рабочих мест уже считается. Да, но на линии должны работать непростые люди, которые были на бирже безработных, а это люди с каким-то базисом знаний и определенным подготовленностью. Но оно работает, это деревообработка делает паркетную доску, весь, все уходит на экспорт. То есть оно действительно хорошо налаженное производство, но количество рабочих мест небольшое. И, наверное, понимая будущее страны, скорее всего, наверное, вот такие производства и будут, это будущее Латвии. Не знаю, хорошо это или плохо, но они, по крайней мере, есть преимущества. Ну, хоть какие-то рабочие места. Есть рабочие места, и они более лобильны, да, то есть они могут сменить и рынки, они могут и сжаться, они могут, скажем так, пережить какое-то тяжелое время. И, конечно, большие производства, как по 500, по 1000 человек, они, к сожалению, очень зависят от мировой конъюнктуры и от руководства, которое осуществляет управление. Вот такой вопрос, который я хотел задать. А чувствуется ли и в Земгало, или в Лекопиусе тоже отток населения, там, не знаю, за границу, или сейчас как-то затормозился этот процесс? Ну, уезжают, уезжают люди, безусловно. Не могу сказать, что... Ну, количество населения сокращается, я так понимаю, да? Сокращается, да, сокращается. И могу сказать, что, конечно, когда приезжаешь в город, видишь своих знакомых, которые, оказывается, приехали там на праздники, да, общаешься с ними. Вернутся только, если будет заработана там пенсия, да, а здесь просто, как условно говоря, на родину предков на пенсию, да. Ну, по крайней мере, основная масса, настрой именно такой. Говорит там... Ну, мои знакомые – это люди со двора, которые, скажем так, получили какую-то специальность и не всегда имеют высшее образование, но в руках какая-то есть профессия. И они, безусловно, настроены всё-таки доработать в той стране, куда они уехали, потому что вернутся сюда, они говорят, ну, у меня будет точно рабочее место. С одной стороны, наши предприниматели ищут работников, да, а с другой стороны, вот те, кто приезжает и говорит, а смогу ли найти здесь работу, я не могу ответить за предпринимательство и сказать, что да. Гарантировать, да. Да, потому что, как в анекдоте, мы сейчас покупаем или продаём? Когда ты ищешь человека, тогда одни условия. А когда человек приходит к тебе и говорит, я вот хочу работать. Другие условия. Уже немножко другие условия. Его проекопис, это не про юг, пошёл, может быть, большой выбор. Там всё-таки количество производства не такое большое, и ты должен быть тогда или хорошим специалистом, чтобы действительно тебя оторвали с руками и ногами. Потому что, ну, людей, которые руками могут работать и делают свою работу профессионально, они нужны. Я вижу, что ищут и мастеров, и автослесарей. То есть, есть что делать, но эти люди или уехали, или они уже пристроены. Да. Вот давайте мы примем ещё звонки. Я вижу, у нас звонки по двум линиям. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да. А вот второй раз слышу по радио, всё хвастается у нас этим заводом в Екателте. А почему не продолжает историю, кто его открыл, кто его профинансировал, этот завод? Это же два наших самых богатых человека когда-то были, которым принадлежала Айтрукосбанка, которым пришлось вначале уволить тысячи человек, чтобы оживить нашу, стряхнуть нашу экономику для кого-то, показать, какие мы хорошие и чистые. Вот даже сегодня на радио был с утра, если я не ошибаюсь, звонили господину Юдину. Он очень хвастался тем, что мы оживили наш рынок, отчислили от серых денег, от непонятных схем. А хвастаемся здесь как бы... Ну, я не говорю, как бы, Виталий, к вам, что такая претензия, что вот таким заводом, где мы утопили вообще очень-очень-очень много денег. Ну, спасибо. Я не знал, кто является хозяинами, да, я потому что просто общался с мэром города, и когда я спрашивал, как он видит развитие города, он сказал, что вот такое производство у нас будет открыто. Поэтому, ну, безусловно, утопить банковский сектор и транзит, и транзит – это самое большое зло, что мы могли сделать для своей страны. Ну, сейчас это происходит, к сожалению. Потому что мы помним, когда закрывались эти советские производства, которые мы говорили, что будем жить за счет транзита и герметического положения, и банковского сектора. И первое время действительно было много банков, хорошо работал транзит, и вот все-таки наступили другие времена, и я прекрасно понимаю, что те хозяйственники, которые с большим опытом, и я говорю о таких государственных людях в сфере промышленности, потому что я все-таки социальный человек-врач, и могу только по своей отрасли говорить, что надо было бы сделать, и как оно было бы сделать. А здесь все-таки, безусловно, у маленькой страны должно быть все. И одно, и второе, и третье. Жить за счет чего-то одного – это был неправильный посыл в те времена, когда вот, ай, не будет рефы, не будет травмы, не будет адиотехники, ничего страшного, денег много, пойдут через нас, будем жить здесь хорошо. Оказалось, это неправильно, недальновидно, и это действительно вызывает у меня такую горечь. Радует, если мы говорим о своем городе, радует то, что мой мастер-отряд, где я работал до того, как пошел в армию, где работал мой отец, моя мать. Это, наверное, что, это начало 80-х, да? Он сохранился, я вижу те два моста, когда еду в Екапелс, которые были сделаны, построены мною, как ароматурщиком-бетонщиком, что он работает и… То есть у вас есть профессия ароматурщика-бетонщика? Ароматурщик-бетонщик, да. То есть если вдруг что? Я сейчас посмотрел, уже так не вяжу ароматурю, как вязал я, это сама Сайка, и уже есть специальные приспособления, но я к тому, что приятно видеть, когда ты едешь и видишь, рассказываешь с дочерью своей, что вот мы едем по мосту, который построил твой отец. Это как-то немножко радует, потому что ты видишь плоды своего труда. И возвращаясь к тому, что я рад, что это производство, в отличие от многих других в Екапелсе, оно сохранилось, потому что очень порядочное было руководство, была произведена приватизация, все работники получили акции согласно проработанному времени. Да, потом они это продали. Ну, возможно, у них была. Ну, у них возможность была, да, и получили все. И те, кто скупил, стало большим акционером, но производство работает, и люди получают работу, потому что, как сказал министр Венкайтис, количество мостов, которые нужно ремонтировать в Латвии, такое, что даже всем компаниям, которые связаны с посостроением, не хватит работы надолго. Вопрос, хорошо ли оплачиваться будет эта работа со стороны министерства. Да, привемся буквально на пару минут на рекламу, потом вернемся в студию. Виталий Орлов у нас. Депутат Сейма, Виталий Орлов у нас в студии. Вот вы сказали такую очень важную, наверное, вещь, которая для многих людей уже в определенном среднем возрасте, по крайней мере, есть что вспомнить. Вы сказали, что вот вы едете по этим мостам в одном городе и вспоминаете, что вы участвовали в создании этих мостов, там, армотовщиком, когда работали. Все-таки не могу не спросить, у вас большой опыт сейчас работы в Сейме, в политике. Есть все-таки ощущение, что и здесь будет о чем позитивном дочке сказать? Я почему говорю? Потому что, с одной стороны, у вас большой опыт работы, с другой стороны, мы понимаем, что в основном вам приходится трудиться в оппозиции со своими особенностями, когда, как мы знаем, правящая коалиция под любыми предлогами какие-то инициативы оппозиции вообще даже не хочет рассматривать. Вот все-таки есть что-то такое позитивное? Ну, не знаю, за этот год, за два, может быть, за три. Не, ну, безусловно, они есть, эти победы такие маленькие, маленькие, небольшие, и при том, что, понимая специфику, что тебе, когда-то оппозиции не дадут возможности продвинуть какой-то законопроект или какую-то поправку, ты берешь себе в напарнике какого-нибудь коллегу из коалиции, где договариваешься с ним, ему нравится твоя поправка, она логична за это самое, и она проходит. То есть приходится делиться, скажем так, своим потенциалом для того, чтобы она... То есть в данном случае для меня главный результат, да. Я его достигаю, приходится достигать вот таким путем. И вот то, что сегодня должно было быть в повестке дня 5% на медикаменты, хочу сказать, что как только я был избран в парламент... 5% имеется в виду снижение НДС... НДС, да, много добавлена стоимость. Как только я был избран в 2002 году в парламент, в 2003 году это была моя одна из первых поправок, которая была принята. И 5% на медикаменты было до кризиса. То есть это то, чем я, ну, можно сказать, там, гордился, да. То, что будучи депутатом от оппозиции, сделал поправку, которую поддержала и система, и поддержали коллеги и депутаты. Есть другие, но это уже, как говорится, для мемуаров, наверное, или чего-то. Ну вот, что касается 5% НДС на медикаменты, сейчас 12%. Вот, как мы знаем, эксперты мнения расходятся. Одни говорят о том, что это особо на цену медикамента не повлияет. Как вы считаете? Значит, да, мне... Это постоянно, когда дискутируем в комиссии, или это на площадке, и начинаю говорить о том, что нужно съездить ПВН на медикаменты, мне аргументы привозят, что цена на медикаменты складывается не только с ПВН, а еще с надбавок. Я говорю, что я депутат парламента. У меня в моих возможностях изменить закон или добавить денег на компенсацию. Это все, что вы можете сделать. Все, что я могу сделать как депутат. Да, вы не можете повлиять на склады медикаментов. И не могу поменять на правила Кабинета министров, которые должен подготовить министр здравоохранения. И поэтому, когда я говорю о своих поправках, я говорю, что да, безусловно, все это смотрится вкупе. Но я могу сделать это. Я не могу подать поправки к правилу Кабинета министров. Это задача правительства. Это задача Министерства здравоохранения или кого-то другого. Моя – это при формировании бюджета сказать, что у нас маленькая сумма выделяется на компенсацию. Хочу радиослушателям сказать, что в Литве и в Эстонии все практически медикаменты, выписанные врачом больному, 100% оплачиваются больничной кассой. Это значит, что объем компенсации у них очень большой. Огромадный, да. Да, а у нас, во-первых, есть деление 100%, 75% и 50%. Это первое. Значит, градация вторая, еще плюс ПВН. В Эстонии 9%, в Литве 5%, у нас 12%. Поэтому, когда мы говорим и дискутируем, я согласен с тем, что это не единственный механизм для снижения цен, но это то, что могу предложить я. Поэтому остальное добавляете вы и совместными усилиями министерства и парламентарии, это самое снизимое цену на медикаменты. А действительно ли, вот периодически нам пример приводят, Литву и Эстонию, там все-таки цены на медикаменты в среднем чуть-чуть дешевле или не на все? Ну, во-первых, не на все, но, Абик, еще раз хочу подчеркнуть, как только медикамент попадает в список компенсации, это гарантированная сток, гарантированные продажи для представительства. То есть им это выгодно? Она цену снижает. И плюс, чтобы попасть в список компенсации, медикамент должен быть в числе трех самых дешевых в Евросоюзе. Поэтому, как только медикамент попадает в компенсацию, он станет таким одним из самых дешевых, как и в других странах Евросоюза. Поэтому компенсации, объем, он решит проблему с дорогими медикаментами. А наценки и ПВН – это дополнение к общей цене на медикамент. Но дешевые лекарства, это не значит плохое, это просто по цене. Не знаю, я могу сказать, что с 1 апреля нам сейчас будут выписывать химическую формулу, а не название медикамента. Это лучше все-таки, больше возможностей для маневра. Как врач, который, к сожалению, тоже уже пьет одну таблетку с утра, я узнал аналог, который мне будет с 1 апреля выписываться, и с нового года прошу своего врача выписать именно его. И могу сказать, что… Он не хуже, в принципе. Он, я не почувствовал ничего, у меня так же стабильно держится давление, то есть название… То есть он контролирует давление. Он контролирует. То есть это тот же самый джинейк, только сделан на другом, тоже уважаемом, скажем так, производстве. Я на себе это пробовал и могу сказать, что на мне это… Работает, да. Да, аналогично работает, и я доплачиваю меньше, чем доплачивал в тот момент, когда мне в том году, тоже уважаемый врач, выписал любимый его медикамент. Я ничего не имею каких-то претензий к тому врачу, потому что он работает, он выписывает. Это был мой выбор, я его поменял, и могу сказать, что на мне никаким образом это не сказалось. Поэтому понимаю, что это, наверное, правильное движение, но в то же самое время мы оставили возможность врачу, если всё-таки аналог не будет столь успешен, врачу оставляется 30% из общего количества, чтобы можно было вернуться к тому, который действует хорошо. То есть больничная касса, НСЗ не будет наказывать врача, если он обоснованно выпишет препараты, к которым привык, условно говоря, пациент, а замена повлияла в худшую сторону. Вот раз уж мы заговорили о медикаментах, я вспомню такую интересную вещь, о ней мы давно не говорили, но я думаю, что вот, наверное, такие наши опытные радиослушатели уже помнят, что вы были одним из тех, который инициировал несколько лет тому назад всю эту кампанию, чтобы в инструкциях медикаментов был использован и русский язык в том числе, потому что очень много медикаментов, которые приходят здесь в Латвию, они традиционно, ну, хорошо, если на латышском, литовском, эстонском для этого рынка, и еще на английском. Редко бывает на русском языке, вы инициировали процесс, многие компании, которые распространители лекарств поддержали. Что сейчас происходит? Сейчас это ушло на уровень уже аптек, одна аптечная сеть, я не буду ее называть, даю ее название, или можно? Ну, можно и назвать. Это Мэнос-аптека, да, которая в своем, в прошлогоднем, по-моему, заявлении сказала, что пациент, получив лекарство, если там нету аннотации на русском языке, они могут попросить у провизора, и у них, я так понимаю, сделано распечатки, перевод какой-то, то есть они моментально распечатывают ее, и он получит это самое на одном языке. Я не считаю это каким-то, как, наверное, может быть, считают работники Центра госязыка, что это каким-то образом способствует, скажем так, укреплению русского языка. Здесь я говорю о безопасности пациента. То есть пациент, читая инструкцию, должен, наверное, все-таки обращать внимание и на противопоказания, и на возможные реакции, побочные реакции. И это является, вот в данном случае, является основополагающим. То есть, безусловно, рецепторные аннотации в основном рассчитаны на врачей, но что-то оттуда может подчеркнуть и сам пациент, и для него это важно. Поэтому они пошли на это. Я, кстати, вот спасибо, что вы сейчас напомнили. Я, наверное, когда в следующий раз буду выбирать свое лекарство, да, я поэкспериментирую, попрошу, скажите, а вот дайте, пожалуйста, эту аннотацию на этот медикамент. Это самое. И посмотрите, как это работает. И посмотрите, как это работает. Потом нам обязательно расскажите. Потому что это было публичное, и, наверное, ваши коллеги об этом говорили, но я как-то… Я почему спросил, потому что мы видим, что, к сожалению, достаточно в латвийской политике и в парламенте сил, которые постоянно пытаются на этом профилироваться, относны на том, чтобы каким-то образом ущемить права нацменьшинства. Последнюю инициативу вы тоже, наверное, слышали. До 7 она еще не дошла. Видимо, дойдет. Это то, что ТБ в латвии предлагает запретить предвыбанную агитацию, ну, по существу, на русском языке. Мы понимаем, против какого языка они выступают. Как вы к этому относитесь? Ну, резко отрицательно, как резко отрицательно отношусь к образованию, к полному переводу образования на алтышский язык. Мне кажется, что модель, когда школа могла сертифицировать программу, которую она сама разработала, при которой требовалась от школы при выпуске знания на определенном уровне выпускником государственного языка, она была, на мой взгляд, по-моему, оптимальной. И сейчас я сделал запрос у себя в городе, как за полгода изменилась успеваемость. В школах, да. В школах, да, потому что есть такая текущая статистика. Я к тому, что мы все знаем, что это было сделано политически, а не подготовлено. То есть не количество педагогов, не материал, который есть в распоряжении учеников и школьников, это не было в том объеме, в котором можно было бы, скажем так, переходить или увеличивать количество предметов на государственном языке. И вот посмотрим, что покажут эти данные, и тогда будем делать какие-то определенные выводы, и они нам нужны для того, чтобы, я так понимаю, появилась возможность венецианскую комиссию отдать это самое все-таки материал. На оценку. На оценку, да. Особенно мы знаем, что языковые-то ограничения коснулись и даже частных школ и колледжей. Да, и это то, что может, скажем так, помочь нашим коллегам, которые этим занимаются, для того, чтобы аргументированно показать, к чему привела, это непродуманное, на мой взгляд, и вредное для большой части школьников и педагогов изменений. Вот вы работаете еще в социальной комиссии Сейма. За этот год вы вообще почувствовали, что правительство в социальной сфере что-то сделало? Потому что много было разных разговоров, а уж предрубленных обещаний и необлагаемый минимум пенсии повыше, чего только не обещали. Что в реальности? Значит, если говорить о комиссии, то правительство недавно отпраздновало год. И они все сказали, как они дружно работают, что у них нет никаких противоречий. Но в моей комиссии, я могу сказать одно, что за год работы комиссия или министерство не подготовило ни одного законопроекта, который бы улучшило какой-то группы людей, жизни или обслуживания. Это в первый раз за мою, скажем так, уже немаленькую политическую жизнь, когда ни министерство, ни комиссия не выступает мотором для улучшения социальной жизни. Все предыдущие годы, хотя всегда комиссии руководили преддепутаты от позиции, у нас такая была негласная договоренность, что комиссия работает для людей. Да, мы, к сожалению, не те, кто зарабатывает деньги, мы те, кто их тратит. Но мы всегда шли наперекор, на направище, мы выбивали у них деньги. Потому что, как показывает, что во все времена всегда нужно деньги выбивать. Сейчас и министр очень удобный, и работа комиссии поставлена так, что это те, кто не просит деньги. Может быть, наш комиссий больше ориентирован на медицину, но тоже пока не могу сказать, что деньги выбиваются, ставятся какие-то ультиматумы в таких хотя бы устные, что если не сделаем то-то, то-то, то тогда комиссия не поддержит, а подготовит какой-то законопроект, который пойдет вопреки работе правительства. Вот, к сожалению, такое мягкое большинство, которое не дает, отвергает все, что предлагает оппозиция, а сама ничего не предлагает. Это, по-моему, самое плохое, что есть. И, наверное, в ближайший год не могу сказать, про меня не слышал, чтобы Министерство благосостояния было готово на улучшение каких-то групп людей, за кого она отвечает. Посмотрим, попробуем что-то предложить по чернобыльцам, которые в апреле опять будет очередная годовщина, и поступают письма от чернобыльцев, указывая на определенные проблемы. Постараемся это обобщить и что-то предложить комиссии. И я говорю, опять, нам не главное, чтобы это был Орлов или Климентев. Нам главное, чтобы это шло от комиссии, и это было принято. А звездочки на погоны или дырочки для орденов, это, как говорится, не мое и не для меня. Может быть, такой последний вопрос. Вы еще работаете в комиссии по этике, по мандатам этики долгие годы, еще в предыдущем парламенте. В свое время вы приходили и так достаточно скептически оценивали поведение отдельных слух народа и в стенах парламента, и за ее пределами. Сейчас в последнее время что-то изменилось? Может быть, дебаты стали более, не знаю, корректными, не оскорбляя друг друга депутаты? Ну, вот представьте, если в этом созыве формируется комиссия, и КПВЛВ делегирует туда каменша, которого мы 13 раз смотрели в предыдущем парламенте за его поведение и высказывание. То есть теперь он отвечает за этику в парламенте? Да, человек отвечает за этику, и когда он пришел на комиссию и увидел мне подаренную карикатуру с героями всех предыдущего созыва, там были трое пьяниц, среди которых он, и два человека, которые нарушили правила должного движения, это министр обороны Бэкменис, который попытался своим Волва столкнуть с рельса трамвай, да, у него этого не получилось. Непонятно почему, да. Да, и генерал Верземникс такой, это самое, тоже военный, который тоже был, ДТП попался. То есть когда он ввел эту карикатуру, он потребовал, чтобы ее убрали, потому что это другой созыв, другое исчисление, все забыто, да, но человек не меняется, сейчас его исключили из КПВЛВ, его исключили из комиссии тоже, потому что у нас комиссия составляется, делегируется по фракционному принципу, да. То есть он больше не будет за этику отвечать? Он отозван, да, не будет, но это человек, который читал эти годы, читал морали, свое видение, которое когда я смотрел, и я не понимал, как вообще комиссия может работать, если в комиссии работают. То же самое, что в отделении полиции послать человек, который вышел из мест заключения. И он будет учить всех жизней, да? И он будет учить всех жизней. В натуре, скажет он, да. Да, 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 и рассказывать, как уходить, делать кидок или это самое. А спокойно убегать, да. Что правильно, и что марихуану курить, это нормально, попробовать можно и выпить, почему бы и нет, почему и не выпить. Ну, вот, в общем, к сожалению, не знаю, я иногда всегда думаю, что, может быть, становлюсь старше с возрастом, да, что такие вот начинается такое брюзжание, но мне кажется, что любой интеллигентный, воспитанный, образованный человек скажет, что, ну, такие люди не должны даже делегироваться в комиссию. Да. Я вижу, что звонки есть, наверное, успеем еще один звонок принять. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Господин Орлов, я хотел бы вам задать такой вопрос. Сегодня на передаче вы рассказывали на вопрос о том, что онкологический диспансер будет там объединяться с Галезовц. Вы сказали, что руководство больницы Галезовц готово пообещать врачам онкологического центра, что у них все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, вы действительно искренне верите, что руководство больницы Галезовц, бывшее руководство ЦСДД, с окладом где-то в районе 10 тысяч евро Семи, семи. Семи, да. Семи. 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 Спасибо большое. Сейчас послушаем ответ, да. Ну, спасибо за вопрос. Понимаете, я по специальности врач. Нас учили верить пациенту. Я, если там исследователи, исследователи учили не верить, потому что его будут обманывать. Меня учили верить. Ну, вот как вот это, мне человек говорит, да, это самое, что я готов. Взяли правление, я готов. То есть, он понимает, с кем он разговаривает, да. Он понимает, что этот разговор я передам заведующим отделения, которых собираются перевести. Я это передал. И попросил о том, чтобы были коммуникации, чтобы договаривались о том, чтобы в результате планируемых перемещений не пострадала работа, не пострадал пациент. В первую очередь. Потому что каждая сторона, которая... Этого конфликта, да. Она говорит о пациенте. То есть, каждый вот говорит. Один говорит, я делаю вместо пациента. Второй говорит, я тоже думаю о пациенте. Потому что эти перетурбации, нам будет тяжело работать в других помещениях, коллектив сложенный, придет ли нам на помощь коллега, как сейчас. То есть, очень много вопросов. Каждый говорит о защите пациента. Поэтому в данном случае я являюсь модератором, который передает боль одной стороне другой, а вторая сторона говорит, что он готов сделать все для того, чтобы качество обслуживания пациентов и работа врачей не пострадала. Вы проследите за тем, чтобы слова этого председателя правления были реализованы на практике? Я свяжусь еще с руководителем отделения, которого я знаю лично, и спрошу у него, как состоялись эти переговоры, каким образом происходит все это. Если будет необходимо, то, безусловно, еще раз это со мной комиссию вызывать не будем. Но есть какие-то все-таки надежды, что действительно пациенты при этом переезде не пострадают? Потому что я так понимаю, что те, кто существует, переезд, у них есть своя правда. Они говорят о том, что это будут совершенно современные помещения, не полуаварийные. Мне сейчас придется повторить то, что я сказал тогда по телефону, я сказал следующее, что два здания, построенные в советское время, не было капитального ремонта. Ни у одного, ни у второго здания. Каждое здание требует больших инвестиций, что сейчас и делает руководство Восточной больницы. Учитывая количество врачей, операционных медсестер и построенный оперблок, новый, современный, который не был загружен, где все куплено и по последнему слову техники оборудовано, оно должно использоваться и быть загружено на полную катушку. Поэтому три отделения оперирующих переходят в Восточную больницу, а после ремонта, который будет происходить и в онкоцентре, там останется амбулаторная часть, химиотерапия, хоспис, наверное, который тоже необходим. И врачи, да, они будут раскинуты по двум этим самым, но главное, чтобы в результате всех этих перемещений, которые понятны мне и аргументация руководства больницы, не пострадал и пациент, и не пострадала работа. И то, что я сказал по телефону и повторю сейчас в эфире, это то, что руководитель Восточной больницы говорит, что онкология – это будущее Восточной больницы, потому что количество людей, длительность жизни у нас растет, и каждый пациент доживет до своего рака. То есть их будет больше. И поэтому уничтожать онкологию в больнице, которую он считает основным направлением в будущее, это было бы как камикадзе какой-то или, наверное, посланный человек с определенной целью. И поэтому, ну, это теория заговоров, я могу сказать, что я хочу верить господину Павлитесу, но, безусловно, доверяй, но проверяй. Ну что ж, на этой вот оптимистической ноте, в надежде на то, что действительно будут выполнены эти обещания, действительно, пациент будет защищен превыше всего. Виталий Орлов у нас был в студии, и большое спасибо. Не болейте.